Салават и Стерль-Тамак вступили в федеральный проект «Чистый воздух». Можно так это сформулировать? Вы знаете, Стерль-Тамак и Салават на пути вступления в этот федеральный проект. Национальный проект «Экология», частью которого является федеральный проект «Чистый воздух», реализуется в нашей стране достаточно давно. Есть на сегодняшний день уже 12 городов, которые вступили в этот проект, участвуют в этой программе. Мы должны сказать о том, что наша служба, федеральная служба надзора в сфере природы пользования, является достаточно активным участником этого проекта, осуществляет контроль надзорного мероприятия, контролирует ход реализации федерального проекта. И необходимо подчеркнуть тот факт, что мы видим достаточно серьезный результат и положительный эффект от реализации этого проекта в ряде городов Российской Федерации. Например, в городе Медногорск, да, как только наша служба, скажем так, взяла на особый контроль предприятие этого города, соответственно, и город попал в федеральный проект, и самая главная реализация поэтапно этого плана действия привела к тому, что очень серьезным образом сократилась социальная напряженность в городе и в регионе в целом. Мы отмечаем практически полное отсутствие обращений граждан по вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Производство каусти, да и производство сода находится примерно в полтора километрах от города. Допустимый вред вредных веществ теоретически не должен достигать города. Но, к сожалению, все уже знают прекрасно, город Сиротанак находится в неблагоприятной климатической зоне. Это означает, что преобладает безветрие, полный штиль. Из-за этих погодных условий все-таки население города постоянно жалуется на загазованность. То есть, что это означает? Надо принимать усилия по дальнейшему снижению выброса вредных веществ таким образом, чтобы с учетом неблагоприятных условий происходило бы их разбавление в атмосферном воздухе. Что касается основных задач, естественно, задача концептуальная, она одна. Это снизить объемы загрязнения атмосферного воздуха в конкретном муниципалитете. В данном случае мы говорим про горы Салават и город Стрелли-Тамак. Для этого на первом этапе должен быть разработан план определенных действий предприятий, в том числе включающий и модернизацию, и информирование населения. На определенном этапе объем выбросов должен сократиться в атмосферу от предприятий на 20%. По итогу реализации этого федерального проекта обозначены цифры в 50%. Это достаточно серьезные задачи, но при должном управлении, при должном менеджменте мы думаем, что эти цифры вполне достижимы. Мы должны к 2030 году снизить объем выбросов на 14,5%. Это 5700 тонн. Уже с 2023 года будет постепенное снижение объема выбросов, но реально наиболее ощутимый результат будет наблюдаться где-то в 2025-2026 годах. Что необходимо сделать сейчас, в первую очередь, чтобы достичь тех целей, которые вы поставили перед собой? До 2025 года предприятие должно создать сеть автоматизированных систем контроля загрязнения атмосферного воздуха непосредственно на каждом источнике. В рамках БСК это 24 источника. В счете этих мероприятий всего 9 позиций, но они достаточно такие объемные. Объем финансирования до 2030 года расписан по годам и составляет около 9 миллиардов рублей. Вот, кстати, отмечу, что, например, создание одного, так называемого, одной АСКАФ автоматизированной системы оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Вот, будем считать, 24 умножить на 50 – это больше миллиарда рублей. Это только АСКАФ. Самым крупным мероприятием это является замена колонного оборудования на производство сода, создание промышленной установки по дожигу или окислению среди озона наших маркерных веществ. Это моноксид углерода, аммиак, сероводород, который характерен именно для производства сода. Установка называется Ятаган, она не имеет аналогов не только Российской Федерации, но даже, как уверяет, и в Европе. Мы на создание этой установки, в общем, очень сильно надеемся. На следующем году, ну, максимум через два года, установка должна заработать. У нас есть проект создания эмульсионного поливинилхлорида, создания производства 50 тысяч тонн в год. И в рамках этого проекта планируется провести техническое перевооружение, реконструкция производства дихлоретана и винилхлорида. Дихлоретан и винилхлорид являются маркерными веществами для производства каустик. Ну, кроме этого, еще и хлористый водород. А для сода, как я уже сказал, это моноксид углерода, аммиак и сероводород. Башкинская сходовая компания, именно производство каустик, существует производство поливинилхлорида с успензионным способом. Сырьем для его производства является так называемый винилхлорид. Третий год проводим работу по внедрению мероприятий, направленных на снижение выброса винилхлорида с очистных установок, газоочистных установок производства каустик. За последние три года были внедрены следующие мероприятия. Первое – это совершенствование холодильного цикла по улавливанию абгазов. Капитальные вложения составили 25 миллионов рублей. Все это позволило осуществить глубокую конденсацию винилхлорида. В прошлом году внедрено мероприятие, а именно передача абгазов, которые ранее выбрасывались в атмосферу, по трубопроводу на установку утилизации. То есть это сжигание при температуре порядка 1300 градусов. При этом получается полезный продукт – соляная кислота. До реализации мероприятия, направленного на утилизацию газовых выбросов, все абгазы, содержащие винилхлорид, направлялись в систему адсорбции, а далее уже направлялись в атмосферу. В настоящее время абгазы транспортируются в цех номер 29 на установку термического обезвреживания отходов. Реализация мероприятия по сжиганию газовых выбросов производства ПВХ стала возможна благодаря многолетней работе инженеров нашего предприятия. И в результате этой работы была внедрена третья ступень конденсации, и максимально винилхлорид из газовых выбросов из газовой фазы утилизируется и направляется снова в производство рецикл. В этой связке этого производства цикл полностью замкнулся. Кроме этого, в этом году будет внедрено мероприятие установка новой колонны дегазации. Это мероприятие позволит дополнительно уменьшить количество поступаемого винилхлорида в атмосферу. Проект разработан, закуплено оборудование. Думаю, что в конце этого года, максимум первый квартал 2024 года, установка дегазации будет пущена в эксплуатацию. Одним из условий соглашения, которое было подписано буквально несколько месяцев назад в рамках экологического форума, как раз и была информационная повестка. То есть предприятия на сегодняшний день, администрации городов в режиме онлайн, постоянно, ежедневно собирают и публикуют в открытом доступе информацию о качестве окружающего, качестве атмосферного воздуха, о компонентном составе атмосферного воздуха по итогам наблюдения на постах гидромета, на постах наших коллег из Роспотребнадзора. Поэтому я думаю, что вот эта позиция, в том числе и открытости, она является тоже очень важным и значимым фактором в реализации этого проекта. Опять же, масштабное преобразование, технологическое развитие, модернизация в условиях санкций, в современных условиях. Есть ли сложности какие-то, как преодолеваете их? Ну, если вот говорить про экологическую тематику, да, как я уже там назвал, так называемую автоматическую систему контроля атмосферного воздуха, здесь вот, наверное, посложнее. Ну, если честно-то скажу, что вот в этой сфере не было никакого импортозамещения. Да, производство находится в стране, в России, но ведь все комплектующие, программное обеспечение, все были иностранного производства, а именно это Европа и даже Соединенные Штаты Америки. Но, к счастью, уже от сказ, уже есть аналог, отечественный, наконец-то, это Санкт-Петербург. Кроме этого, есть предложение и по поставке подобных систем из дружественных стран. Сейчас там Китай и Индия. Ну, конечно, нам было бы это более привлекательным, чтобы это была чисто российская установка с минимальным количеством импортных комплектующих. Если говорить о ближайшей перспективе, то, безусловно, это необходимо провести сводный расчет, безусловно, необходимо продолжать полноценное и такое масштабное информирование населения о состоянии, о качестве атмосферного воздуха. Это основа. И дальше двигаться по программе, потому что вслед за этим должны появиться непосредственно программы уже на предприятиях, которые будут в том числе контролироваться и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Поэтому здесь командная работа, каждый знает, что он должен сделать. Задача этого года именно начать работу по подготовке технических заданий, их согласованию, получению технико-коммерческих предложений от поставщиков, их выбору и выполнению проектных работ. И к концу года даже возможно уже заключение контрактов на изготовление. Кроме этого, согласно программе «Чистый воздух» и в рамках этого соглашения необходимо и провести инвентаризацию источников выбросов. Но это касается не только башкирской содовой компании, но и вообще всех предприятий, которые подписались под этим соглашением. Субтитры создавал DimaTorzok